Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Винтаж Стори, и в прошлой серии мы наконец-то намыли немного меди, и у нас теперь есть заготовки для первых медных инструментов. Они уже остыли, я немножко тут позанимался вне записи разгребанием того, что мы там намыли, пораскладывал по контейнерам аккуратненько. И мы, наверное, заберем вот эти штуки тоже, куда-нибудь пойдем положим в доме, чтобы они лежали. Давайте посмотрим сразу, как мы, просто на палку, да, как обычно, да, как обычно, получаем кирку и получаем молот. У нас теперь есть первые металлические инструменты. У нас не все заготовки вот такие вот формы, не для всех инструментов мы можем сделать. Если мы сейчас возьмем кусочек глины, например, посмотрим, что мы можем вот таким, ну, как бы, относительно простым способом себе накрафтить. Промывая песок, собирая кусочки по чуть-чуть, если вдруг мы ничего не найдем больше, ну, кроме того, что у нас там найдена медь была, да, если вдруг ничего больше в ближайшее время не найдем и придется промыванием заниматься, мы сможем сделать наконечник для топора. Это для меча, да, молот мы, типа, а, подождите, мы сделали просто хаммер, а это какой-то, короче, другой молот. Мотыгу сможем сделать. Кирку для, типа, проспектинга, чтобы руду искать. И лопату. В принципе, базовые инструменты мы можем сделать. Да, формочки у нас такие есть. Вылил просто форму и все. То есть слитки нам для вот этих вот инструментов не нужно будет выплавлять. О, окей, нам надо будет еще наверняка заготовить себе формочку для наковальни и обжечь ее. Оп, мимо. Мимо. Тихо. Вот сюда. Вот сюда. Ну, хорошо. Мы, наверное, что, прям так сходу и пойдем. Я с собой брать ничего не буду. В плане еды у нас не то, чтобы там есть что-то такое, чтобы можно было съесть быстро. Я надеюсь, мы там ягод найдем, если что, себе соберем пока. Погода тут еще тепленькая. У нас уже, что, 3 августа, да? А, стоп. Погодите, погодите. Прежде чем мы пойдем, у нас еще... С грядками я хотел разобраться. У нас, во-первых, капуста созрела. Давайте мы соберем ее. Посмотрим. Мы получили 2 капусты и 2 семечка. Так, хорошо. Давайте попробуем собрать капусту не ножом. Одно семечко и еще 2 капусты мы получили. То мне предложили попробовать пособирать растения, созревшие именно ножом. Ну, ножом мы по 2 семечка получали. Не знаю, просто повезло или как. Что-нибудь еще? Нет, пока только это... А, морковка. Так. У нас, кажется, морковная диета скоро будет. А, это не готово. 5, 7, 7. Хорошо. 5. И... А, ну тут это тоже. Это, наверное, просто рандом, да? 1-2 семечка получаем. Мне кажется, не важно все-таки, чем собирать. Так. В любом случае, мы тут ничего еще не высаживали. Высаживаем все вподряд. Ну, пусть себе растет. Тут пока чистая земля. Ничем не это самое. И, может быть, польем. Я, кстати, да, рогоз здесь посадил. Может быть, будет немного... Немного загружено тут слишком, но... Ничего. Зато компактненько все, близко. Так. Как у нас тут? 100, 100, 100. Вроде бы все хорошо относительно поливается. Прежде чем мы пойдем руду искать, надо, да? Чтобы у нас порядок был. Траву поливать, наверное, не надо, да? Так. Может быть, еще до наступления холодов успеем... Собрать какой-то урожай было бы весьма хорошо. О, тут угол не политый. Что-то куст как будто бы более желтый. О, только не говорите, что уже осень начинается, и все желтеть будет. Потому что этот реально какой-то... В отличие от вот этих вот кустов смородины. Тут ягодки у нас скоро уже появятся, что хорошо. Блин, вон морковка еще. Прям на глазах у нас созрела. Но тут еще не готово. Минералы. Так. Что-то... Тут я много морковки получил, кстати. Десять штук, что ли? Требуемый элемент К. Да? Нам надо... Куда я тут смотрю? Вот сюда я смотрю. К у нас 50%. Можем садить без проблем. Ладно, пошли. Положим сейчас еду в наш погреб. 66 дней. Давайте посмотрим. 81 день. Может быть, если мы совместим, то чуть-чуть продлим на 2 дня время жизни этой морковки. Больше мустаку, в принципе, неплохо. А мы можем эту еду взять. Да, она уже догнивает тут. Ее мы съедим. Может быть, даже прямо сейчас. Да, это было... Это было быстро. Капуста. 300 насыщения всего лишь. Так. Это хорошо лежит себе здесь. Горшки с гнильем я потом помою. И здесь тоже горшок с гнилью. Ясно. У меня чистые горшки есть. Мы... Если я ягод по дороге нас собираю, да, сможем, наверное, каши с ольном сделать. Ну, или с морковкой на короняк можно будет каши наварить с грибами. А, нет, стоп. С овощами, по-моему, нельзя. Нужны именно, по-моему, ягоды, да? Ягоды и каша. Ну, ладно. Я надеюсь, мы найдем что-нибудь, что поесть. И поплыли. Я еще один улей сделал, пока рогоза немного. Но хочется уже, если честно, больше именно добычей металла заняться, чем сбором рогоза в очередной раз. На улей он, конечно, тратится прям очень сильно. Может быть, нож сделать металлический, металлическим ножом быстрее будет собираться, да? Дело пойдет. Смотрите, рогоз пожелтел уже. Обалдеть. Не было желтого рогоза еще раньше. Ну, все. Скоро мерзкая будет осень. Я осень, кстати, здесь не видел еще. Ни на видео нигде не попадалось. Зиму видел, да. Зиму, когда снегом заметает. Это прикольно. Но осень не видел. Осень я вряд ли терпеть не могу. Если еще тут будет все желтое мерзкое на улице, все желтое мерзкое скоро уже станет, да? Ужас. Ладно. Нам вон туда. Ребята врываются некоторые не с первого видео. И в недоумении, почему я картой не пользуюсь. И почему я метки на карте не ставлю. Я напомню, мы играем на сложности выживания в дикой природе. И карта в этом режиме отключена. В принципе, полностью. Никак мы ее не посмотреть можем. Ни мини-карты у нас нет, ни меток, ничего. Нам, наверное, все-таки туда, по-моему, немножко. Блин, надо чаще плавать. Я уже теряться вроде начинаю. Ну да, там у нас в принципе нет. Вот к этому острову я не плавал. Нам туда. И мы в одной из прошлых серий, когда мир исследовали, окрестности, когда, по-моему, базу искали. Ну, место для дома нашего. Нашли медь. Возле торговца. Вот, по-моему, вот там. Чуть-чуть дальше. Блин, надо было еще смолу, наверное, взять. Черт, у нас два кусочка смолы есть. Может быть, третья смола уже готова на дереве. Можно будет собрать у нас возле базы. И немножко там дальше, где руда, по-моему, и смола у нас была. Вот эти все деревья я тоже не осматривал. Здесь тоже запросто может быть где-то смола на вот этих вот соснах. И надо будет тоже этим заняться как-то. Но пока, что-то не знаю, пока... Пока руки не доходят. Столько всяких дел до наступления зимы, да? Может быть, зимой меньше будет занятий и... мы сможем там за смолой походить. Не знаю. Надо было, может быть, еще пару копий взять дополнительно. У меня только два, по-моему. Но одно из них зато уже медное. И было еще пару медных наконечников для копий. Чего я сразу не сделал, не знаю. Блин, смотрите, вон тоже куст желтый. Обалдеть. Давайте ягоды в любом случае соберем. Да и, наверное, кусты тоже эти соберем. Было бы хорошо, если бы у нас все ягодные кусты, которые мы домой принесли, успели тоже ягоды дать до наступления холодов. Не знаю, как там по погоде, сколько им нужно, чтобы они давали ягоды. Так. Нам вот туда. Вот где-то здесь у нас есть медь. выход меди на поверхность. Тут я просто решил немножко осмотреться. Вдруг вдруг еще какие-то ягоды будут или что. Может быть, кусочки, опять же, с медью будут. Но, наверное, нам не повезет, да? Несколько жил сразу рядышком найти. Вон столб стоит. Это наша медь. Показалось, что там смола снизу. Но то не смола. Так. Плод оставим, наверное, здесь. И вот эти вот кусты я ломать не буду. Ягоды соберем, да? Но кусты трогать не будем. У нас тут уже дыра есть рядышком с нашей медью. И здесь тоже ягоды соберем. Тут вот такая территория, куда я еще запросто вернусь. Неисследованные места вот там вот дальше. Там может быть что-то интересное, поэтому кусты нам пригодятся. Но ягоды я наберу сейчас, которые тут есть. Тут через... Я даже не знаю, тут не пишут через сколько, странно. А, стоп, это белая смородина просто. Блин, я белую смородину, видимо, неоднократно видел. Я думал, просто это типа еще недозревшие ягоды. Ну, типа просто цветет, да? И ягоды там через какое-то время появятся. Во, блин! А я название даже не прочитал, что это белая смородина. Думаю, ну, цветет еще кусты. Что-то, что-то, что-то странно, что не пишет, когда, когда ягоды появятся. Так, вот еще пропустил. Ну, все. Ягод у нас хватает. Давайте мы вот эти съедим. И идем. А, еще вот тут вот есть немного. Возьмем. Возьмем этих ягод. Как раз эти сейчас доедаем. Я, да, съем. И эту тоже. И у нас есть неплохой запас такой. Так. Самородок меди. А он что, у нас тут один только был, кусочек этот? А. Ну, мы его можем просто вот так вот поломать. И мы получаем два самородка. Мне казалось, тут было несколько. Но это просто, просто камни. Ха. Ну, ладно. Давайте копать. Наша задача раскопать небольшую территорию и прокопаться и прокопаться вглубь. Вроде, ребята, в комментариях писали до 10 тайлов глубину. Ну, и так как я, кстати, не взял, можно было лестницу наделать, но палок не так много, мы себе лестницу, может быть, такую сделаем. А, ну, у нас есть. В принципе, мы выкопаться сможем. Единственное, что я не уверен, что там не окажется чего-то такого, куда мы можем упасть. Поэтому под собой, наверное, копать не стоит, да, как вот в Майнкрафте. Научились под собой не копать, так и здесь, наверное, не стоит. Так. И тут вопрос. Где, куда и сколько копать? И точно ли будет у нас здесь руда? Я даже не знаю. О! Есть контакт. параметр параметр нестабильности. То есть шанс то, что обвалится более плотная порода у нас тоже есть. Не только песок у нас обваливается из земля. Нужно будет какие-то подпорки дальше делать. Но я думаю, для небольшого такого копания нам типа норм будет. Это у нас медь среднего качества. если бы была низкого качества, то мы бы получили потом при разбивании молотом меньше меди из каждого вот такого вот куска. Раздробить молотом, чтобы извлечь самородки. и выкапываем тут все поблизости, что есть. Сколько тут этой руды будет неизвестно. Но кирка ломается на самом деле. Быстрее, чем я думал. но с другой стороны сделать новую кирку будет не так уже сложно. Сложнее немножко будет сделать все-таки наковальню, в которой мы будем слитки потом уже готовить и из слитков уже делать дальнейшие инструменты. Потому что наковальню много надо руды будет. Если мы найдем еще одну вот такую вот жилу, то в принципе нам хватит на много всего. Нестабильность 50%. Так, предлагаю все-таки еще немножко покопошиться здесь и вниз и вверх покопать чтобы убедиться, что хотя бы на расстоянии пары блоков ничего уже нет точно. Мы получили 18 кусочков. вот есть руда. 20 кусочков отсюда целых два этих выпало. так. Ниже блин, а теперь я думаю может быть и стоит ниже еще хотя бы на блок посмотреть на всякий случай. 33% нестабильности. О! Нестабильность. 33% прокнуло. Хорошо, что они мне на голову. И мы нашли еще один кусочек руды таким образом, что определенно хорошо. Так, вот это все может на меня упасть. Мы можем как-то подпорки делать. Ну, у нас есть в игре саппорт бимы подпорки из дерева пилой делаются, но нам пока не светит. Пилы у нас еще нет, поэтому будем копать как есть. Если что, будем пробовать спрятаться сюда, если будет что-то падать. 37% так, давайте мы сейчас вот здесь вот немножко еще посмотрим. Так, ну, я надеюсь, что больше ничего мы здесь не пропустили. и можем возвращаться уже домой, смотреть сколько из всего этого добра мы получим руды в итоге. Пособираем камушки все. Так как у нас руда типа как не глубоко, у нас два вида залеж руды есть. Не глубокие вот такие вот и более глубокие. И те, которые глубокие, они побольше. А неглубокая вот эта вот руда, которая недалеко от поверхности, там залежи небольшие в принципе. Так, что у нас пишут средние, да? Может быть мы чем-то полезным еще займемся сегодня. Вот этот столб я убирать не буду пока что. Пусть будет как напоминание, что тут у нас была руда. Может быть еще захочется сюда вернуться по какой-то причине. Давайте посмотрим смолу на вот этих вот соснах. Вроде нет ничего. И места у нас нет. Мы можем выкинуть почву. в принципе да. Давайте сплаваем все-таки за смолой. Тут относительно недалеко и плавать в целом безопасно. Сейчас я что-то задам наперед. Нет, все правильно. Все правильно вроде. Подумал, что задам наперед сел. Вот там вон елочки растут и у нас там был кусочек смолы, который точно уже возобновился и мы сможем забрать его. Вот здесь вот моя меточка, насыпь из песка и дальше ров прямо к дереву. Так, место один слотик есть. Хорошо. Подобрал? Подобрал. Эти деревья я вроде осматривал, тут кажется смолы не было, но давайте еще раз проверим тогда. Может темно было. Да, я может что пропустил. Кажется, подождите, подождите. нет, показалось видимо издалека желтое пятнышко. Что-то эта ночка гораздо темнее, чем прошлая, когда я плавал. Ничего не видно, если немного дальше от берега отплыть возле берега хоть что-то. Но на ютубе наверное ничего видно все равно не будет даже с учетом того, что я яркость при монтаже повышаю немного. Но кажется мы в сторону дому плывем. или нет. камыши мы в какие-то заплыли. кажется нам немного дальше блин непонятно теперь ой-яй молния хорошо так освещает но довольно атмосферно конечно так выходит поплавать во время грозы да нам сюда я помню этот маленький кусочек земли с цветами там по-моему как раз и он наш дом светится нет есть свечение небольшое хотя вот что-то уже блин ни хрена не видно ну по идее да да ух главное чтоб сейчас тут дрифтеры не заспаунились хорошо тут закрыто закрыто так мы дома ну что ж я немного в инвентаре порядок навел давайте возьмем молот и посмотрим что у нас тут получается по 4 кусочка с 86 кусочков мы получили не густо конечно не густо давайте попробуем взять вот эти металлические штуки к примеру и с молотом мы ничего не можем сделать чтобы разбить на мелкие куски вот эти все заготовки металлические мы можем разбивать их при помощи этого шизла ну так давайте кстати я пару копий как раз хотел сделать себе ой это мы сюда пока выложим и у нас 3 медных копья теперь крутых так 86 значит это у нас выходит сколько всего кажется маловато слушайте короче мы получим только 430 единиц медиа с этой руды а нам надо 900 на наковальню так что нам надо еще найти будет как минимум одну такую жилу а то и две ну как раз полностью да эту кирку израсходовать придется а то даже может быть ее не хватит но это да да ребята в комментариях писали что якобы из одной залежи вот такой вот как мы нашли хватает на и на и на наковальню и на еще несколько предметов может быть конечно я там не все выкопал но я сейчас видео там смотрел одно англоязычного ютубера и ему тоже пришлось три жилы вот такие вот находить и раскапывать чтобы хватило на наковальню и на пару этих самых пару инструментов поэтому разгрузимся сейчас и пойдем дальше наверное что нам еще остается как раз раннее утро еды может быть насобираем если повезет молоток вернем на место вообще наверное первым делом стоит все-таки пойти и накопать немного глины потому что глина у меня закончилась и из этой глины все-таки сделать и поставить обжигаться заготовку для наковальни формочку да и формы для слитков мне кажется этим все-таки в первую очередь стоит заняться здрасте так это вот кажется кабанчика у нас больше нет к сожалению но с другой стороны на месте этого кабанчика мог быть я что-то урона вообще никакого как будто бы нет проведал кабанчика да ладно может быть медведь его не полностью съел ну не полностью можем 16 жареного мяса съесть я пойду сейчас наверное просто это в холодильник все кину чтобы долго не не хранить в инвентаре раз такое дело но лучше бы я конечно кабанчика тут в живом виде оставил блин я надеюсь грибы вот эти зимой никуда не денутся и мы сможем их зимой собрать потом о а лен тоже тут созрел хорошо да блин страшно так как было только что с этими обвалами идем сразу посадим немножко льна немножко полбы сюда бахнем и все в холодильник дверь конечно да откладывается немного к сожалению я реально надеялся что нам хватит ягоды 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 ягодами мы будем питаться надеялся что нам хватит на пилу так нам надо обработать шкуру нам по-моему больше понадобится жира для большой шкуры очень много жира нужно для нее дубление дубление только теперь сам жир некуда деть да пока дубление идет вот так тарелочку с медом выложим место можно освободить вот это от копья и надо пойти таки глину насобирать тем временем что уже темнеет камон не 8 утра еще просто погода не ахти что-то волков много развелось у нас тут давай-давай-давай смысле ты порчал и убегаешь или чё где он делся ты где делся блин он реально убегает и убегает тоже мне волк называется о он застрял есть контакт вроде бы поблизости никого можем разделать его тоже да с него тоже дичь падает но что-то я немножко отвлекся мы тут за глиной собирались а тут и ягод куча я кстати здесь не ходил толком в этих местах еще там какие-то олени кажется убегают грибы есть еще грибы всякие разные о смола это прекрасно давай давай как-нибудь вот так вот это хорошая находка единственное что я могу не найти это дерево больше никогда тут реально хотелось бы чтобы немного больше времени было на подготовку всякого чтобы можно было ну опять же может быть со временем если мы первый год переживем да дальше будет попроще когда у нас на огородах будет больше всего расти да и с едой проблем будет меньше хотелось бы тут дороги построить во все стороны там еще один волк но он немного далеко поэтому мы его трогать не будем и я хотел пойти все-таки за глиной возвращаемся к нашему месту где мы тут глину собирали аккуратненько аккуратненько там наверняка что-то интересное но по пещерам мы походим попозже я не уверен есть ли у нас шанс в пещерах так просто руду найти наверное есть как бы но маленькие очень но а это голод я думаю что происходит но в пещеры чтобы идти там будут спауниться разные эти да дрифтеры и нам нужна защита мне кажется чтобы мы могли с ними справиться по нормальному и мы немножко попозже туда наведаемся во все эти пещеры пройдемся обязательно там интересно будет нам вот по-моему сюда если я не ошибаюсь да вот моя глина по сторонам проверяем чтобы никаких медведей больше не было это у нас грибы мы их трогать пока не будем я думаю и нам глина нужна здесь еще есть рядом несколько залежей глины которые я нашел так что в этом плане тут хорошо я не знаю как много нам понадобится на наковальню она выглядит довольно большой все таки да и плюс формочки еще нужно будет другие сделать для слитков и может быть для других инструментов поэтому надо глины набрать она заканчивается быстро ну и да надо будет идти дальше исследовать мир и искать руду вернулся я на базу у нас сколько тут 4 стака глины практически давайте мы наверное выложим их пока что где у меня тут глина лежит вот по-моему да здесь она лежала но места для нее уже маловато ладно пока сюда скинем и надо немножко грядками заняться где же ты моя дверь так давайте посмотрим у нас морковка готова вторая морковка готова 6 из 7 еще две морковки наверное где-то завтра будут готовы хочется конечно чтобы было целая куча семен чтобы можно было как-то все одновременно высаживать и потом одновременно собирать так пока морковку сюда наверное посадим там где мы еще не садили ничего и идем пока все это дело выложим в холодильник опять же просто-напросто морковку к вот этой морковке так пока мы тут стоим что у нас еще есть две репы я по дороге нашел ягоды синенькие можно сюда закинуть пока что да сколько тут 5 и 2 дня 5 и 2 дня 2 и 2 дня это можно стакнуть 2 и 8 дней 3 и 5 наверное я пока вот эти поем у нас ягод реально много я пока буду одними ягодами питаться 4 дня мясо в холодильнике еще полежит и мы это еще добавим сюда и пока да пока пока ягодами будем питаться и надо да формочки быстрее сделать и поставить их обжигаться и потом уже можно будет еще походить поисследовать мир поискать руду давайте первым делом наковальню делаем давайте посмотрим как она делается у нас тут так наверное крафт будет такой не простой не маленький и и потом сделаем наверное две пары формочек для слитков и наверное я еще сделаю сосудов для хранения так тут можно наконец-то повторить прошлый слой тут нельзя повторить прошлый слой так так тут проще Наверное будет Чтоб лишний раз не клацать На переключение О, промазал Наверное тоже просто ручками Можно было частично повторить Прошлый слой, потом убрать лишнее Но мне кажется Так будет проще и быстрее Так, наковальня Хорошо И Две формочки сделаем Для слитков Вот такие Две формочки Ну то бишь Две заготовки Все которые хотел Вроде бы Никого Никого Так, и давайте Будем все это дело устанавливать Четыре заготовки для Сосудов Одна заготовка для Для наковальни И Ну пока что Видимо только Одну заготовочку Для слитков Мы Будем обжигать Эти Эти тут Закрываем 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 Куда-то палки Может быть Не все так Уже плохо Так Вот это мы Заберем Уже Тут уже Достаточно Светло Горит Горит И Отлично Хватило Прямо на все Ну кроме Одного этого Одной заготовочки Для слитков Ну нам пока Хватит двух И вот это уже Хоть что-то будет Если вдруг Они нам пригодятся Да Потому что пока Мало ли что Так Хорошо А стоп Надо Кожу Взять Это у нас Смешаем Неважно В принципе Мы можем уже Мед Повыжимать У нас Тарелок Хватает Они по Восемь Стакаются Свечка Короче Печальная Оказалась Потому что Она занимает Слишком много Места И Она Целый блок Занимает Разве что Их поставить Вот как-нибудь Несколько Штук Вот так Так они Красиво Там становятся И Больше Ну яркость Получается Но Да Так Соломы Остатки Палки Нам Пригодятся Вот это Сюда Тоже Льняные Волокна Здесь У нас Лежат Кстати Можно Сейчас Их Будет Взять И посмотреть Что Мы Можем С ними Сделать У нас Уже Много Собралось Тихонько Там И Первым делом Только давайте Наверное Меда Повыжимаем Немного Вот так По 8 штучек Блин Или так он будет Меньше места Все же Занимать Он у нас Не портится В принципе Пусть лежит Наверное Так себе Даже Ладно Пусть лежит Хорошо Давайте Смотреть Что у нас Во первых Сумки Да Мне кажется Надо сделать У нас там Еще урожай Может быть К зиме Успеет Чтобы одежду Теплую Более Сделать Поэтому В первую Очередь Полотняные Мешки Вот такие Сделаем Они у нас На один слотик Дадут больше То есть Четыре слота Дополнительно Еще будет У нас В инвентаре Нам Нам надо Такий набор Для шитья Правильно Чтобы полотно Со смещенными Стежками Делать Или Погодите Нет Это я не то смотрю Нам Просто Обычные стежки Надо У полотна И нам Его Надо Просто Вот так Вот делается Да 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 Вот сюда Нам надо было Посмотреть То есть Четыре Вот так Мы получаем И Вот так Вот у нас Рюкзак Выходит Один Хорошо Так Нам Надо Еще Три Как минимум И Рюкзаки Можем Заменить Теперь Как бы Только Сделать Так Чтобы Вот так Оп Пусто Хорошо Шпагат Уплотненная Земля Пока Просто Выкину Пусто Так Пусто И Тут Теперь Кости Лежат Оп Пусто 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 Так А это Мы можем Наверное Порезать Тоже Да Нет Не можем Не можем Порезать Может быть Ножницами Как Нибудь Нет А может Быть И Нет Ну В любом Случае Нам Уже Эти Сумки Не Нужны И Да Из них Мы Скрафтить Ничего Не Можем Поэтому Можем Их Просто Выкинуть И Забыть Забить Я Вот так Вот их Скину И Они И 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 Время И У Нас Осталось 17 Шпагата И Вроде бы Все Да Больше У нас Нигде Его Не Должно Быть Я Порядки Наводил Все Что С Нитками Связано Должно Было Быть Здесь Так Ну И Что Мы Можем Еще Сделать Я Бо Предпочел Может быть Сразу О О Кстати Давайте Давайте Попробуем Еще Семь 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 Они должны будут сломаться, то у них просто вот эта сила упадет, насколько я понял. Вот это очень интересная тема. И у нас практически нормальные двери получаются. Можно будет даже эти вернуть. Единственное, что опять же у нас нет дерева нифига. Что печально немного. Но ничего. Так, можем мы тебя сюда положить к инструментам? Ой, это я просто укрепил его. Нет, не можем. Куда-нибудь вот так можно кинуть на землю. В принципе, штука интересная. Спасибо ребятам за интересные такие необычные комментарии. Буквально один человек первый за все это время написал, что эти дурацкие двери можно укрепить. Что мало об этом кто знает. И да, пару человек еще подхватили, что таки можно. Спасибо большое. Я уж сначала было подумал, что это опять какие-то моды фантастические, но нет. Действительно должно работать. Посмотрим, посмотрим. Было бы еще дверей чуть больше, да, было бы понятнее. Показал их, что на меня кто-то смотрит, а то просто куст. Так, хорошо. Что еще мы полезного можем сделать? Наверное, пока из ниток ничего не будем делать. Оставим на потом. Сейчас уже, по идее, светает потихоньку. И мы пойдем на рассвете на поиски руды уже, пожалуй. Ну, это, наверное, слишком громко сказано будет, но все равно. Но мы пойдем, да, как бы. А там посмотрим. Найдем, что-то не найдем. Пойдем побродим по окрестностям. Сколько там время? А, 12 только еще. Черт. Харновато. Ну, пока темно, решил я еще сделать заготовку для... Вот этой вот кирки для проспектинга. Я не уверен, лучше идти поверхностные руды искать или, может быть, с киркой потратить ресурсы, да, на кирку сейчас и... Уже с киркой идти. Просто мы сотню руды сольем. И кирка может нам никак не помочь. У нас все-таки в режиме выживания в дикой природе не активен второй режим поиска у кирки этой. И он там самый главный, походу. Но заготовочку мы сделаем. И, наверное, даже я сейчас ее поставлю таки обжигаться. А там подумаю. Надо только пойти... Да, тут двери нет. Надо только пойти попробовать немного... Веточек собрать. В темноте кромешной. Мы можем поставить, да, наверное, вот так. Хоп. Хоп. Тут у нас все занято. Давайте мы, наверное, с этой стороны просто сделаем небольшой подкоп. Который, кстати, упадет, да? Вот так вот сделаем. О, наверное, не так все-таки. Вот так. Вот так. О, вот что я хотел сделать. Поставим сюда заготовочку. Насыпем сюда травы. Заготовки. И... Веток. И дров. И зажигаем. По идее, сверху трава загореться не должна. Я надеюсь. Горит. Горит уже. Хорошо. Наверное, что... Наверняка давайте мы поставим здесь. Вот так вот. Два блока. Я не знаю, траву отсюда тоже уберем. Пойдет. Пойдет. Ну и уже посветлело. Можем сходить... Таким... На поиски приключений. Немножко сейчас барахлишко тут повыкидываю лишнего. Это просто можно выкинуть. Копья пусть остаются. Ветки надо насобирать будет. Факелы, наверное, нам не пригодятся. Так. Ну, идем. Поливать растения не надо хотя бы сегодня, потому что у нас дождь шел. Я надеюсь, мне 50 хватит этих... Земли для того, чтобы метки делать. Там у нас глина еще, кстати. Интересно. Да, так как у нас карты нет, единственный наш такой более-менее нормальный рабочий вариант... Это ставить метки. Из земли где-то повыше. Так, чтобы можно было их издалека увидеть. Например, вот туда хочу забраться как-то, пожалуй. И... На этом месте поставим меточку. По дороге будем собирать все растения по возможности. И... Ягоды по возможности. Ну и камушки осматривать. В надежде, что мы найдем где-то на поверхности... Еще немного руды. Так. Как бы нам тут сделать? Наверное... Попробуем вот так вот просто... Забраться наверх. Надеюсь, тут не обвалится ничего. Хорошо. И... Здесь мы поставим... Меточку. Оп. Надо убрать, да, цветок. Повыше. Так, чтобы ее хорошо было видно. Издалека. И... С указанием, что наш дом... Вот где-то в той стороне. Вот туда. Можно даже еще тут... Немного добавить блоков. И теперь надо аккуратненько... Аккуратненько... Приземлиться. Так. Ну и, наверное, надо лопату все-таки сделать. Она нам пригодится. Но для лопаты нам надо что? Правильно. Еще палка. Блин, эти палки. Ладно. Так. Надеюсь, если я буду вот тут блоки сейчас убирать... Меня не сбросит. Окей. Окей. Можно было еще поставить масляную лампу там сверху, к примеру. Блин, в натуре это было бы весьма неплохо. Оно реально в темноте на большое расстояние светит. Освещение видно издалека. И можно было бы лучше ориентироваться, если вдруг потемнеет. Так. Давайте сделаем сейчас лопату себе. Так будет удобнее намного. И уже пора поесть. Идем пока в ту сторону. Та сторона это у нас... Давайте посмотрим... Сейчас. Вот это сюда переложим. Сюда переложим. И возьмем кремень все-таки. Мы, если какую-то заготовку ставим на землю, то ее острие всегда указывает на север. Таким образом, всегда можно ориентироваться... Ну, если кремень какой-нибудь или камень есть, то всегда можно ориентироваться относительно легко по направлению, по сторонам света. Ну, единственное, что, конечно, да. Все равно, если нет каких-то указателей вот наподобие таких, то... Это не сильно поможет. И такие указатели нужно будет ставить с промежутками периодически в разных местах, чтобы было понятно, куда нам идти. Я бы, да, если бы было больше времени, больше возможности, не так бы голод душил, не так бы быстрее хотелось перебраться к металлу, да, ну, если бы не зима, тоже, да, то можно было бы сделать длинные дороги во все стороны, прокопать себе или как-то застелить там гравием. Ну, даже у нас есть гравий, мы можем делать, который... Давайте я тут, наверное, тоже поставлю немного блоков земли. Отсюда, кстати, уже и не видно даже. Ага. О, ягодки. Ну, да, ягодки. Так. О, тихо, тихо, тихо. Так. Отсюда видно ту меточку. Нам все еще в ту сторону. Как-нибудь тоже вот так вот делаем. И надо будет как-то постараться запомнить, что возле этой меточки у нас есть зерно, которое можно будет когда-нибудь собрать. Когда-нибудь. Оп, да что ты будешь делать? Ладно, пусть тоже стоит. Как дополнительные указатели. И здесь у нас равнина. Есть неплохая такая, которую можно поэксплорить, где я еще толком не был. Я тут пробегал пару раз, где-то терялся по дороге, и да. Ничего толком интересного рассмотреть не успевал, потому что нужно было домой возвращаться. Кусты, наверное, здесь я пока трогать не буду. Так, это у нас мертвые зайчики. Тут у нас были волки. Ну, мы, наверное, не будем зайцев разделывать сейчас. Тем более, они пожеванные уже волками, поэтому нам не особо интересно. Это у нас рожь одинокая. И еще ягоды. Иногда непонятно, он их ест или собирает, или что вообще происходит. Продолжение следует... 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 как в каком-нибудь там эко. Длинные, хорошие дороги, по которым можно было бы с телегой ездить. Но тут телеги нет. Вроде бы. Никакой. Ну ладно, не нужна, мне кажется. Так, ладно, идём на эту сторону, наверное. Спустимся, попробуем, посмотрим, что там. Или как минимум просто... Посмотрим, что там. И спускаться не будем. Там репа есть. Один кустик. Но мы, наверное, туда не пойдём. Ух, тут обвал хороший такой произошёл. А там пещерки какие-то. Это боксит там просто, да, этот? А там... А там... Топора у меня, по-моему, тоже нет. Тут мы неплохо зашли. Металлическая бочка. Можно отремонтировать, используя клей. Ящик ещё один. Берём его обязательно. Так. Просто сосуд... С парочкой семян и металлическим ломом. Ладно, забираем. Что вот это за мусор на земле? А, кровать соломенная. Ага. Можем мы её поломать, чтобы я мог немножко ближе подойти к сундуку. Сломана кровать. Сломанная кровать, типа, да, розета самая, я понял. Так, а там у нас... Слой плесени. Ясно. Дверь нам не нужна. Солома пусть остаётся, мы её потом выкинем, если что. Ну, два контейнера мы ещё нашли. В целом... Неплохо так спустились. Стойки для инструментов. О, вроде ничего больше интересного. Небольшой круг я сделал и домой вернулся. В принципе, решил заглянуть и повыкладывать как раз барахло, которое мы собрали. Почему нет? Так. И возьмём... Ой. Куда-то я не туда поставил. Возьмём, наверное, ещё земли. Может быть, два стака. Так. И пока быстренько... Семена, наверное, надо будет посадить сейчас тоже сразу. Чем быстрее, тем лучше, естественно. О, винтажная говядина. Это тоже где-то с этого выпало, да, походу? Вместе с металлическим ломом этим. Так, солома. Сюда семена. Сюда семена. Говядину мы можем в холодильник не ложить. И... Она не испортится. Будет нам немного на зиму. Но ягодки сейчас частично в холодильник выложим. Так, быстренько садим. Просто где есть место. Ой. Морковку рано собирать. Всё ещё из-за жары, да, тут проблемы. Ну, вроде, больше нечего пока собирать. Так, хорошо. Идём сюда. Закроемся пока что. И проскладываем немного. Как минимум, ягоды. Даже если мы их не съедим, и они сгниют, то, ну, гниль нам тоже пригодится. Чё ж нет? Так, почему ты сюда идёшь? Не хочет стакаться с теми продуктами. 73 дня. Прекрасно. Это мне определённо нравится. Так, вот это мы... Постакаем. Я, наверное, возьму вот это буду есть сейчас. 11 часов. А всё остальное мы сюда пока переложим. Да. Оп. Что у нас по времени? У, дело к вечеру уже идёт. Ну, мне бы не хотелось этот день бесполезным прям называть, но... Но как-то примерно... Примерно так. Ну, вот, большие руины какие-то. Давайте поглядим. Тут прям... Город. Копать не хочется сейчас здесь. Потому что мы немножко другими делами заняты. Но тут наверняка как минимум один кувшин, а то и два. Если даже не считать вот эту вот почву, да? Собирательство. Что там? Глина. Ну, зерна я тут собрал сам. Немного, да, по дороге, но... Вроде бы больше ничего такого интересного. Но, да, определённо стоит... Когда-нибудь потом, когда... Нечем будет заняться. Если такое вообще будет. Прийти сюда и перекопать эти руины тут. Реально, может быть, много всего ещё интересного. Они очень большие. И сосуды с ресурсами какими-то полезными. Там даже, опять же, могут быть с небольшим шансом и медные инструменты. О, кстати, горшок. Этот сосуд с рудой. Целых четыре кусочка медной руды. Ну, это... Лучше, чем ничего, как бы, да? Там у нас олень был. Ладно, я не хочу пока сюда в эти дебри заходить. Я хочу по равнине здесь побегать, потому что... Ну, это немножко проще, как ни крути. И... Наша меточка... Вот там стоит. Наша ме... А, ну, вон, в принципе, ту видно, да? Вон торчит из неё... Земляной нарост, который мы туда налепили. Пока ещё светло. Хочется всё же побегать немного, особенно, да? Вот тут, там, где песочек, хорошо камни видно. Я вот думаю, может быть, пойти туда, где у нас такой биом из гравия был. Я его не весь исследовал. Я там только побегал камни большие, пособирал. Может быть, там будет хорошо видно, если встречем... Встретится камень. Случайно не эти ягоды. О, это эти ягоды. Мы можем продлить жизнью немного. Но нужно будет на ночь возвращаться домой обязательно. Потому что бегать мы здесь ночью не сможем. Как бы не хотелось. Так, шесть штучек. Но пока безрезультатно всё, по большому счёту. Не считая этих четырёх кусочков меди. Ой, волк. Попрыгали от него. От волка, в принципе, убежать несложно. Главное, на сложности выживания в дикой природе не пытаться в воде от животных убегать. Потому что в воде животных скорость на этой сложности 200% от базовой. Или плюс. Ну, короче. Уплыть от них будет сложно. О, несозревшая еда. Проклятый кварц. Я уже обрадовался, что мы что-то нашли полезное. А это кварц. Ух. Опасно было. Однако. Ещё пчёлки. Ладно. Надо возвращаться домой. Пару кабанчиков здесь есть. Но, опять же, сейчас пока нам не до них. Нам надо ещё дома прийти. Будет пережарить мясо дичи, которое мы наловили. Так, тут вот лесочек, правда, какой-то. Я как будто бы немного заблудился. Давайте посмотрим. А, ну да. Нам туда вообще. Наверное, я в этот лес вышел, который возле нашего дома. И мы вышли к воде. По идее, наш дом где-то в той стороне. Или нет. Или я заблудился. Одно из двух. Мне кажется, второе. А, нет. Всё-всё правильно. Это наш дом. Тут где-то яма с кабанчиком у нас. Вот там. Ну, там уже кабанчика нет. Но была когда-то яма с кабанчиком. Так. Это всё уже готово. Давайте поподбираем сейчас. Перекладывать надо, да? Они не стакаются уже. А, нет. Стакаются, стакаются. Хорошо. Наковалинку тоже можем взять. Слиточки. Формочки для слиточков, точнее. Так. Как у нас тут дела? В принципе, почти всё по 50%. Минералы. Так. Здесь нам надо... Требуется элемент N. Как раз того, которого мало здесь. Давайте сюда посадим. На третий. Ну, на второй, точнее, ряд. Так. Мы, наверное, наковальню пока здесь поставим. Ну, наковальню. Да, это не наковальня. Это самая эта форма для наковальни. Пока что, которую нужно будет залить. 900 единиц металла нам надо. То есть, как только мы увидим, что здесь 900 наберётся. Ещё немножко, да? Можно будет сделать себе нормальную наковальню. Нормальную. Единственную. Наковальню. Первую. Так. Куда-нибудь сюда можно поставить ещё один горшок. И вот здесь я, наверное, поставлю. И можно будет даже вот это всё выложить сюда. Ну, порядки мы тут сейчас наведём. Это не проблема. Давайте посмотрим, как у нас с мясом дела. С вот этим. Два с половиной дня. В принципе, нам вроде как и не к спеху готовкой заниматься этого мяса. 17 часов. В принципе, эти ягоды ещё тоже можно будет успеть съесть. Ну, зерно у нас есть дополнительное. Это хорошо. И такого, и такого немного. Ну, запасы кое-какие собираются. Сейчас, тем более, да, дело всё ближе к осени идёт. И потихонечку холодает. И продукты здесь, наверное, будут ещё лучше храниться. Ладно. Теперь вопрос. Чем можно заняться этой ночью полезным? Я знаю, что я пойду ночью делать. Я пойду ночью плавать. Поплывём таки, наверное, в этот... Биом из гравия. Попробуем там походить. Поискать камушки на поверхности. Да, я как-то забыл, что ночью нихрена уже не видно стало. Но я вроде в правильном направлении плыву. Я надеюсь. Да, всё верно. Мы в нужном направлении плыли. Плод, наверное, оставим возле торговца здесь. Он как хороший ориентир всё же служит. И весло, наверное, тоже, да, нам нет смысла с собой брать. Я не вижу, куда его положить. Только... О, есть контакт. И пока ещё чуточку темно. Мы зайдём к торговцу. Глянем, что он продаёт. А то я уже не помню. То, что из этих торговцев тут из себя представляет. Фух. Страшно было, однако. Как тут можно спрятаться вот так. Торговец мебели как раз, да? Можно у него купить дверь за 10 шестерёнок. А, у меня есть 14 или 16. И бочку можно даже купить. Ничего себе. Попроще дверь. А может, кстати, ещё дешевле есть. Нет, 9, наверное, самая дешёвая. За 5 шестерёнок фонари. Красота. Полка, блин. Классный торговец. Надо будет взять наши шестерёнки и к нему прийти. Продать я ему, наверное, ничего не могу, да? Тут всякое полотно за одну шестерёнку. Ну, я что-то не готов ему полотно за шестерёнки продавать. По одной штучке. Но у нас есть... Нам хватит на... Одну дверь, как минимум. В погреб поставить. О-о-о, шикардос. Да. Надо будет к нему вернуться сюда. Через два дня он, правда... Ассортимент обновит. Я надеюсь, двери у него останутся. Так. Чё, он умер? А, чё-то... Упал такой. Тихо, тихо. Правым кликом не надо. Я перебинтуюсь на всякий случай немного. Пауки, в принципе, эти не страшные, но... Он, может быть, тут не один. Ну, уже достаточно светло. Я думаю, надо... Надо бежать. Паук за нами не пошёл. Прекрасно. Будем теперь по вот этому биому бегать. Тут, конечно, кусты такие, что зачастую ничего не видно. В два-три блока высотой, да, и... Обзор, конечно, не ахти. Но здесь зато гораздо лучше видны все эти... Камни. И... О-о-о! Медведь! Здесь? Чё вдруг вообще? Бежим, не оглядываемся. Лучше, наверное, было бы... По ровной территории бежать. Он ещё за нами. В воду ни в коем случае не прыгаем. Хотя, чё я? Я забыл, что, да. Отпугнуть медведя не проблема. Будем его добивать. Я думаю, надо. Всё-таки это... Нормально так, ресурсов. Главное, копья собирать. Обязательно. Да сколько в тебя можно копий-то бросать? Ты уже запарил. Да, ёлки-палки. Да, ёлки-палки. Ну, наконец-то. Где-то здесь копьё ещё должно быть. А, вот оно. Да, как раз медное. Из медведя просто много жира. Скромный вес, но много может не получится. Но в любом случае нормально. Жир и шкуры большие очень нужны. Когда-нибудь в будущем будут нам, да? Так, всё. Я реально не знаю, что тут медведь делает. Это ж, типа, не лес. Я думал, они только в лесу спавнятся. Оказывается, тут... О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Сколько, сколько тут медиа. Так. Чем, чем, чем собирать будем? Чем? Так. Тут покопать, конечно... Будет интересно. Учитывая, что всё это будет засыпаться нам на голову. Поэтому раскапываем здесь побольше. Может быть, придётся ещё за палками сходить. Звук смешной такой какой-то, когда мы копаем гравий. Как будто бы какие-то... Тараканы бегают гигантские. С большим количеством маленьких ножек. Там камень уже? О, там камень. Хорошо. Мы можем, как минимум... Ой, руда здесь сразу. Мы можем, как минимум, просто укрепить вот эту вот часть. Чтобы она не осыпалась. Так. Я вылезу отсюда, прежде чем копать всё же. Странно, что он не осыпается. Как-то прям удивительно даже. И... Здесь... 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 Ещё и вот здесь, наверное, я укреплю всё же. Ну и теперь берём кирочку и пошли работать. Вниз... И вбок. План был не очень. Немного, да? Что-то пошло не так. Так, прыгаем туда опять. Ага. Тоже среднее содержание. Но, как я понял, в граните медь только средняя... Ну, средняя и будет по качеству. Других вариантов, по-моему, нет у нас. Это в других горных породах. Там, может быть... Качеством повыше. Кажется, придётся порасчищать всё-таки от гравия ещё немного. Во все стороны, да? Посмотреть, что там под низом. Ну, 32 кусочка мы здесь уже получили. В принципе, неплохо. Это получше, чем с той жилки. Но тут и сверху было, да? Сколько у нас? Четыре мелких кусочка. А там... Всего один. Может, это тоже как индикатор работает. Но, да. Нам в любом случае этого будет мало. Поэтому идём ещё побегаем здесь. Всё-таки может... Я не знаю. Может нам повезти ещё. Или нет. Биом тут не маленький такой. Так что... Хорошенько осмотримся ещё. О! А вот ещё кусочки медиа. Слушайте, как всё просто оказалось. Загребаем. И выкапываем. С таким биомом нам определённо повезло. Ну всё. Нам теперь хватит на наковальню. И на некоторые ещё другие инструменты. Я думаю, запросто. И, может быть, даже не надо. Эта дверь будет покупать. Мы сами себе дверь сделаем теперь. Может быть. Может быть. Так. Давайте... Укрепим одну сторону здесь. Как-нибудь вот так. И... Будем копать глубже немного. Тут уже камень. Хорошо. Может придётся немножко глубже копнуть. И я был бы не против, если честно. Копнуть немного глубже. Так. Осыпется с той стороны, да, наверное? Нет. Давайте вот так сделаем. Во. Такой вариант мне нравится. Главное найти руду сейчас на нижнем этом слое. Если я вот это копну, наверное, обвалится, слушайте. Что-то мне кажется. А вот и руда. Так. Можем туда прыгать, я думаю. И копать вот здесь. Живём. Живём. Этот можно блок дамп забрать. И, наверное, даже ниже стоит всё-таки копнуть. Надеюсь, здесь будет тоже около... Сколько там? Тридцати кусочков. А не двадцати, как на первой жилке у нас было. Но вот это, конечно, другое дело. Здесь, кажется, ещё было больше руды. Ещё я даже не всю тут выкопал. Может быть, конечно, и в тех местах я не всю выкопал. А, шикардос. А тут ещё у нас какой-то средний. Типа не четыре, а восемь кусочков, наверное, выпадет. Я так предполагаю. Если здесь двадцать. Ну, короче, посмотрим. Это, да. Определённо мне нравится. Хочу ли я ещё попробовать туда куда-то покопать? Наверное, нет. Наверное, не хочу. Что-то... Что-то я пойду лучше. Ну, основную часть я точно выкопал. Тут я абсолютно уверен. Может быть, нам хватит ещё кирки, если... О, это посвящение дурацкое. Может быть, нам хватит кирки ещё, если я... Найду. Ещё залежу, да, где-то. А то получится выкопать ещё. Раз мы тут две нашли, то... Чё, может и третья где-то рядом... Будет. Ну, неподалёку. Это было определённо хорошим, правильным решением пойти сюда. Искать руду. Теперь нам точно на всё хватит. Ну, может не на всё-всё, но да. На большую часть. Это у нас кварц. Кварц нам пока не интересен. Шестерёнка лежит, заманивает меня туда. Я не хочу. Там может быть, опять же, комната какая-то с ценностями. Или место, где будут мобы спауниться тоже запросто. Поэтому я рисковать так глубоко не хочу идти. Ещё кварц. Субтитры делал DimaTorzok Там вон тоже шестерёнка лежит. И монстров целая куча. Пойду я отсюда. Тем более тут гравий, да, может всё осыпаться. И я могу там оказаться... Просто за секунду. Смолый кусочек ещё вижу. Надо попробовать тут меточку поставить себе. Жесть, сколько кварца. Лучше бы это всё медь была. Кажется, ещё один Мишаня. Давайте мы его тоже пустим на шкурки. И будем, наверное, уже возвращаться. Я думаю, нам хватит руды. Так, я хочу... Хочу, чтобы он всё же выплыл. Гоняться за ним в воде мне что-то не хочется совсем. А потом он ещё ко дну пойдёт, и его не разделаешь. Только не говорите, что мы Мишку потеряли, и он возвращаться не собирается к нам. Ладно, не судьба. Не судьба. Идём тогда к торговцу, и... Вон наш плод. Будем возвращаться, пока ещё не совсем темно. Ну что ж, вот я и дома, наконец-то. И... С целой кучей руды. Чему я, конечно же, очень и очень доволен. Теперь осталось всё это дело переплавить и накрафтить себе кучу всего полезного. Но этим будем заниматься уже в следующей серии. Сегодня долгая и продуктивная серия у нас получилась. Пока что всем спасибо за просмотр. Всем пока. И увидимся в следующей серии. Блин, я не удержался, зашёл ещё в игру. И всё-таки хочу разбить всю эту руду, чтобы понимать, сколько у нас будет именно меди в итоге. Тут восемь кусочков, да, как я и предполагал. И... Выгрузим всё вот это сюда. Сколько тут получится? Ну, слушайте, живём. Определённо. Хорошо. Ну, теперь уж точно. Всем спасибо за просмотр и пока.